Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! Глядите, смефнявка! В наших новостях мы не единожды ссылались на зарубежное игровое издание Гомасутра. Издание крупное, известное, величавое. Вот только уже завтра сайта гомасутра.ком не станет. Как и самого издания. Оказывается, название, которое оно носило, всё это время было проблемным. Не гордостью, а стыдом портала. Очевидное сходство с книжкой о парной йоге являлось поводом для постоянных насмешек и неловкости перед, например, инвесторами и провокацией для неподходящих тематики сайта комментариев, что зиждутся на сексизме. С завтрашнего дня Гомасутра переименуется в Game Developer, по аналогии с названием журнала, которое издание перестало выпускать в 2013. Адрес сайта также изменится на gamedeveloper.com. Вот так, пройдёт пара лет и в нашем названии найдётся предосуждение и ущемление прав играющих видеоигр людей. Хотя понять работников годами, испытывающих стыд за работу в известном игровом издании Камасутра, несложно. Осторожно, на экране будут показаны фрагменты смайлика, содержащего изображение сексуального характера или ноготы. То есть смайлики в стиле газом, которые содержат изображение сексуализированного торса или биологических жидкостей. Угу. Именно такими словами Twitch прокомментировал блокировку смайлика с тверкающим жёлтым из эмонас. Rest in Pepperoni. Придётся выдумать какой-то новый танец, чтобы ни у кого не вставало вопросов к чрезмерной сексуальности жёлтого овала с ножками. Озабоченный извращенец. В прошлом инфакте Илья предупреждал о грядущей онлайн-презентации Destiny 2, чьей целью было рассказать о пятнадцатом сезонном обновлении игры Исчезновение. Вышло оно вчера, сразу по завершении этой трансляции. Сюжет отправит стражей в город Грёз, что впервые появился в дополнение Forsaking Destiny 2. Вернётся Мара Соф, Королева Пробудившихся. И это уже не сюжет. Вместе со стартом пятнадцатого сезона Bungie запускает кроссплей между всеми платформами ПК, PlayStation, Xbox и Stadia. Сезон продлится до 22 февраля 22-го же года, и в этот же день стартует четвёртое расширение Королева-Ведьма, о котором подробно как раз на медне рассказывали. Новый архетип оружия, система крафтинга оружия и не только, сюжетка, вдохновлённая историями Doom, God of War, Halo и Titanfall 2. Уже сейчас разработчики распланировали будущее после Королевы-Ведьмы. Пятая DLC получила название Lightfall, шестое The Final Shape. И вот там-то наконец и завершится сага о свете и тьме, хотя сама Destiny 2 и её история на этом не остановятся. А уже в этом декабре Bungie будет праздновать собственное 30-летие. К знаменательной дате будет прикручено специальное мероприятие, в котором сможет принять участие любой желающий. И бесплатно. В центре внимания окажется игровой режим Dares of Eternity на 6 человек, а в игре к покупке станет доступен особенный наборчик, внутри которого будут находиться всякие культовые для фанатов творчества студии предметы, вроде Гьялор Хорна, Палаша из Миф и других тематических предметов. Все трейлеры, пояснительная информация и полная запись вчерашней трансляции для всех заинтересованных в теме оставил в описании с ссылкой. Тем же вечером, но спустя полчаса, масштабным онлайн потоком разверглись и стрим-каналы Microsoft со своей презентацией Xbox, приуроченная к скорому старту Gamescom 2021. Стартует Gamescom, кстати, сегодня вечером, приходите на стрим, но что же до вчерашнего показа? Да, на самом деле как-то и не сильно информативно вышло, прям как эта подводка. По порядку, но тезисно. Показали немножко геймплея Dying Light 2, Stay Human, паркур, битвы и в этот раз, судя по замеченным косякам анимации, всё по чесноку. В Microsoft Flight Simulator накинули ещё несколько местин с глубокой трёхмерной проработкой. Облагораживанию подвергли цифровые Германию, Австрию и Швейцарию. Помимо этого, в ноябре в симулятор добавят технику с вертикальным взлётом, в том числе с самолётиками из грядущей киноленты Top Gun Maverick, а когда-то осенью в игру добавят ещё и соревновательный мультиплеер. Microsoft скорешилась в Humble Games и закатила целую пачку малоизвестного инди пряменько к себе в Xbox Game Pass. Туда же угодил и ретро-рогалик от первого лица Into the Pit, релиз 19 октября на ПК и Xbox. Создатели Age of Empires 4 в поисках необычных подходов к подаче своего проекта придумали встроить в игру серию документальных короткометражек об истории Средневековья, лишь бы не вышло как с последней Medal of Honor. Wasteland 3 получит второе и заключительное дополнение к Cult of the Holy Detonation. Культ из названия, прямо как Церковь Детей Атома, поклоняется неразорвавшейся ядерной боеголовке и заодно добровольно поддаётся сам и помогает с этим окружающим массивной ядерной радиацией. Старт 5 октября. 1 сентября State of Decay 2 обзаведётся обновлением Homecoming. Оно добавит в зомби-экшн карту из дополнения Heartland, но не линейную, а полноценно открытую локацию, расширенную ранее недоступными территориями. Впервые за историю серии Crusader Kings доберётся до рук консольных геймеров. Третья номерная игра дойдёт до PlayStation 5 и Xbox Series в удобном, адаптированном виде с соответствующими приставочным реалиям, управлением и интерфейсом. Анонсировали две новенькие игры, Stray Blade и The Gang. На экране первое. Stray Blade — это экшн-рпг с упором на ближний бой и исследование мира. Отдаёт соул серии. Выйдет в 2022, и по крайней мере пока в качестве платформы указано только Xbox Series. Теперь на экране The Gang. И это экшн-адвенчура от создателей серии Steam World. Каких-либо деталей о проекте, помимо сосущего какую-то инопланетную субстанцию главного героя, а точнее героини, пока нет. А под занавес показали ещё 8 минут невероятно красивый Forza Horizon 5. Как видите, каких-то разрывных анонсов на презентации не случилось. Зато где-то в середине показа обмолвились о скором запуске облачного сервиса Microsoft для консолей Xbox. Скорый запуск — это конец текущего года. Использовать его смогут как минимум подписчики Game Pass Ultimate. Создатели сервиса целятся в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду. Благодаря облаку на Xbox One можно будет запускать игры с Xbox Series. Мархухан пишет «Наконец-то официально! Гачи на StopGay.ru!» Я ждал этого 10 тысяч лет. Илья, Илья, что ж ты наделал? Без комментариев. На ваших экранах изометрическая ролевая игра Broken Roads. Главными акцентами проекта называют глубоко проработанный сюжет, упор на геймплей из классических одиночных ролевых игр, вручную нарисованный визуальный стиль и саундтрек и необычно развитая моральная система. Вы не просто получаете очки добряка или плохиша, а занимаете позицию на особом компасе. Компас поделён на 4 философских направления – утилитаризм, гуманизм, нигилизм и макеавелизм. Принятые решения будут смещать положение главного героя на этой карте мировоззрения, что будет иметь влияние на квесты, диалоги и бонусы к основным характеристикам и навыкам. Когда-то Broken Roads собирались выпустить в 2021, но релиз перенесли. Теперь прибытие игры ожидается в 2022. Запуск состоится на консолях и ПК через Steam. 10 сентября на БК PlayStation, Xbox и Stadia выходит новая часть Life is Strange True Colors. Это скоро. Вот и порешили разрабы, что можно слить 15 первых минут для всех желающих. Пересказывать и спойлерить не стану, но ссылки для самостоятельного изучения оставляю. На сайте stopgame.ru к ознакомлению сегодня предлагаются текстовый обзор 12 Minutes от Степана Пескова и свеженький видеоразбор полётов старенькой Psychonaut за авторством Максима Солодилова и Василия Гальперова. Хорошего дня. Продолжение следует...